Добрый день, мои хорошие! Добрый день, уважаемые подписчики! Снова с вами Николай Сомсик, агентство недвижимости Титул. Вместе с вами сейчас будем смотреть дом, где ниже в описании укажу его. Стоимость, общую площадь и количество земли. Сам дом находится Краснодарский край, Гуркевичский район, хутор Тельман, улица, вернее, переулок Осини, номер дома 11. Ну и, конечно, ниже в описании будет указан номер телефона собственника, где вы можете позвонить и задать вопросы, которые вас будут интересовать. Смотрим с вами этот дом. Мои хорошие, смотрите, сейчас будем смотреть вот такой дом, общей площадью 176 квадратных метров, земли составляет здесь 14 соток. Есть, понятно, какие-то моменты в плане ремонта. Сейчас все покажу, расскажу, обязательно досмотрите этот ролик до конца. Ну и, конечно, в конце обязательно напишите ваше мнение. Что касается, в принципе, фасадной части забора, ну видно, что он полностью металлический, фасад предостаточно такой широкий, где-то около 30 метров, дом полностью кирпичный и облицован вот таким облицовочным кирпичом. Кстати, кровля, я попытаюсь сейчас вам показать снаружи, отойти подальше, я думаю, вам видно полностью кровля-шифер, это видно отсюда. Дальше, что касается плодовых деревьев и септика. Давайте, вот септик у нас в той части располагается, здесь центральный водопровод. Кстати, на первом этаже получается кухня, туалет, ванна, гостиная и две спальни. И наверху у нас получается раз-два-три спальни. Ну, по сути, где-то вот 4-5 спален у вас в этом доме будет. Просто какую-то часть можно сделать под кабинет, а другую часть под спальню. Сейчас это все тоже увидим. Здесь на улице видим, в принципе, три плодовых дерева, слива, потом, если не ошибаюсь, яблоня и вот это большой у нас орех. В принципе, перед двором можно поставить автомобиль. Понятно, что это уже под себя надо будет забетонировать так, как надо. Это я не знаю, что за кустарник. А, касается улиц, улица выглядит вот так, извините, друзья. А то, что надо же улицу тоже показать вам. Газ, конечно, все коммуникации, это все подключено. Теперь давайте сейчас зайдем вовнутрь. Кстати, здесь у нас есть летняя кухня, имейте в виду, и хоз в постройке. В принципе, такой двор нормальный. Вот он дом, вот со двора я имею в виду. Здесь у нас два входа, с этой стороны и с той стороны. Кстати, я думал, здесь у нас металлопластиковые окна коричневого цвета, а оказывается, здесь деревянные окна. Понятно, где-то они в идеальном состоянии, а где-то вот есть нарекания. Тоже это все посмотрим с вами. Цоколь такой нормальный, высота цоколя как минимум метр. Здесь вход центральный выглядит вот так. Зайдем, но люди используются входом именно вот с другой стороны. Двор мы видим, что можно поставить именно во дворе два автомобиля как минимум. И, кстати, есть гараж с ямой, обязательно тоже это посмотрим. И мы видим вот такой немаленький с вами виноградник. Кстати, сорт культурный. Ну, я имею в виду не простые вот эти, а культурные. Дальше. Нареканий по поводу трещин именно в том углу ничего нет. Но вот это, что у нас как бы навесик. Ну, вот арка, я не знаю, вам видно. Ну, такая трещинка не по самому кирпичу, а именно по шву. Я думаю, это видно вам. А с этой стороны, вот сейчас я вам покажу, что я увидел. Вот у нас тоже как типа навеса, вот тоже по шву. И вот один кирпич разорвал. Но, опять же, это не несущая стена, это вот люди потом пристраивали. Вот именно вот здесь вот арку люди сделали. Ну, как они сказали, тут дедушка жил. И вот эту арку они потом пристроили. Опять же, тут, конечно, вы приедете и будете все смотреть. Так по кругу я походил, в общем, нормально. Ну, двор полностью мы убедили, что забетонирован. Показал вам виноград. Касается самого сада. Кстати, вот гараж, мы тоже это все посмотрим. Как я сказал, у нас центральный водопровод. Понятно, что он и подключен и здесь во дворе, и также он есть в доме. Есть вот такая зона, ну, как бы мы назовем, сада, груша, яблоня, черешня. Если не ошибаюсь, это абрикос. Вот та у нас получается, если не ошибаюсь, груша. Ну, в принципе, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять деревьев. Плюс еще там, где курятник, посмотрим. И у нас также есть на улице. Ну, и смотрим с вами дом именно с этой стороны. Как я сказал, кровля полностью шиферная. И давайте сейчас посмотрим вот именно эти помещения. Кстати, здесь есть такой большой подвал. Это гараж. Ну, гараж что? Понятно, что убраться, побелить, покрасить под себя, это все сделать. Есть, мы видим с вами вот такая сливная, ой, хотел сказать, сливная яма. Яма у нас смотровая, в принципе, сухая. Сейчас вот так покажу вам. Я думаю, зафиксировали. И теперь смотрите, видите, вот стенка у нас, ну, как бы штукатурка испортилась. С той стороны стоял когда-то большой котел. Ну, перепад температуры, естественно, получается, штукатурка вот так потихоньку уходила. Но там люди поменяли полностью котел. Ну, вы потом увидите, я вам все это покажу. Ну, двери у нас металлические, хорошие. Гараж, в принципе, по размеру нормальный. По высоте джип спокойно зайдет и места предостаточно. Ну, под себя это она будет сделать. Здесь, кстати, вот это строение тоже полностью кирпичное, имейте в виду. И вот там второй ход, который я вам говорил. Вот мы его зафиксировали. Также, как я сказал, у нас везде деревянные окна. В принципе, вот я как стены. Ну, стены здесь вот плюс-минус вот нормально. Я же говорю, вот у нас вот эта вот пристройка вот, вот видно. И вот с той стороны. Теперь, вот она летняя кухня. Сейчас вам покажу. Открываем с вами дверь. И смотрим. Вот летняя кухня. Она состоит из двух комнат. Ну, лично мое мнение, по-любому, если вы будете дом покупать, ну, надо кое-какие моменты делать это по-любому. Я имею в виду по ремонту. Тут в основном все косметика. Ничего капитально. Именно я имею в виду, возможно, плитка, возможно, обои. Ну, вот, кстати, касается окон. В будущем, если вы уже будете делать ремонт именно дома всего, то, ну, я имею в виду обои, тут по-любому окна надо будет менять. И вот он, этот газовый котел, который я вам говорил. Вот оно натапливает, получается, и дом, и также вот эту летнюю кухню. Ну, понятно, что здесь есть у нас газ. Не буду заострять внимание на вот эту всю мебель. Понятно, что это будет все ваше стоять. Здесь единственное, что заострю внимание, вот полностью фартук у нас в этой части. Ну, и понятно, что отопление у нас есть. Там радиатор здесь. Окна, кстати, здесь деревянные в нормальном состоянии. Ну, а в этой части мы видим с вами газовый котел. Ну, и, конечно, сейчас покажу вам вторую комнату. Вот она, вторая комната. Понятно, что тут вот видно обои сорвали, что-то тут делали и тому подобное. Вот, кстати, здесь плиты перекрытия, имейте в виду. Ну, здесь радиатор, ну, трубы такие простые. Также мы видим с вами деревянное окно. Но тут по-любому надо будет ремонт сделать. Ну, полы здесь деревянные, но в идеальном состоянии. В плане, я имею в виду, хорошие, ровные, аккуратные. Ну, межкомнатная дверь тоже есть. В принципе, ну, я скажу, не такая у нас современная, но визуально в хорошем состоянии. Так, дальше. Теперь сейчас я вам кое-что покажу, касается хоз двора. У нас здесь стоит вот такой заборчик. Открываем с вами вот эту калитку и попадаем как бы в зону, ну, хоз двора. Мы его так назовем. Здесь вот такая черешня. Видите, уже другое дерево. Ну, дерево такое предостаточно. И вот он у нас дом. Мы видим дом. Вот эту трубу, которую вы видите, это у нас подача отопления. Имейте в виду. Ну, и вот, как я сказал, окна деревянные. Видно, что... Ну, здесь, понимаете, визуально учитываешь... Ну, так вот отсюда вижу, что нормально. Сейчас с той стороны посмотрим. Конечно, надо там лестницу брать, вот эту типа, но не вот эту. И смотрите. Теперь смотрите. Здесь по стене нормально. Это я все видел. И вот смотрите. У нас здесь забор от соседей вот такой. И здесь вот метр. И смотрим. Ну, я вот камера не могу вам показать. Ну, так я глазами прошелся. Все нормально. Вы потом приедете. И все равно надо это все, уважаемые подписчики, все смотреть. Ну, и здесь у нас вот такое капитальное строение. Знаете, я скажу. Ну, понятно. Вот я бы летнюю кухню в будущем переделал в баню. Это лично мое мнение. И давайте сейчас вам покажу здесь вот такое помещение. Помещение. Здесь когда-то хранили зерно. Попытаюсь своим фонариком посветить. Лампочки нет. Вот он подвал. Вот давайте даже ступеньки так покажу. Вот. Мы сейчас спустимся с вами подвал. Попытаюсь как-то, чтобы вам более-менее светло было. Подвал сухой. Видно, что здесь давно уже никто не был. Видите, вот как, знаете, как будто под водой я плаваю. Ощущение. Ну, вот так это все выглядит. Попытаюсь вам все. Эта лампочка тут перегорела. Ну, вот так это все выглядит. Ну, здесь, конечно, высота потолков нормальная. Здесь плиты перекрытия. Ну, здесь помещение. Ну, реально винный погреб, уважаемые подписчики. Можно это все сделать. Теперь дальше. Понятно, что тут плитку. Что-то подштукатурить, подшаманить. Теперь смотрите. Вот здесь вот видно плиты перекрытия. А вот эта часть, вот видно, знаете, как раньше дранка. Вот это. Но почему они это сделали? Видите, лаз они сделали. И они не захотели вот эту плиту перекрытия ложить, чтобы ее не долбить. Ну, чтобы лаз. Ну, там был лаз на как бы чердак. Дальше. Ну, это, кстати, давайте сейчас покажу выход территория курей. Вот зона. Вон бегут, бегут красавцы. Вот смотрите, это у нас типа курятника. Да не типа, это есть курятник. Так, давайте сейчас закрою, чтобы они не выбежали. И здесь вот их территория. Ёлки, по-неужели они все тут помещаются? Ну, кстати, отопление тут есть. Вот имейте в виду. Кстати, им тут сухо и комфортно. Так, давайте закрою, чтобы тоже не выбежали. А здесь у нас, ну, как бы тоже типа курятник. Типа, есть курятник, друзья. Ну, тут лампочки нету, но помещение квадратов минимум 20. 20 это минимум. И давайте сейчас с вами пойдем покажу вам участок. Земли здесь около 14 соток. Конечно, уже точно посмотрю по документам и уже напишу. Кстати, касается самой кровли, здесь тоже вот шифер мы видим с вами. Ну, окна деревянные, дверь деревянная. Здесь ворота металлические. Сад мы здесь тоже это все видели. Уличный туалет. Вот эта зона у нас для тяпок, лопаток. Это, понятно, надо будет убрать. И вот он, давайте сейчас мы в курятник зайдем. Тихо. Ну, тихо, ребята. Что-то они, у меня ощущение, что голодные. Здесь у нас мы видим септик. Вот он. Ну, в принципе, здесь плодовые деревья, груша, яблоня. Вот это я не знаю, что это такое. Так, вот это тоже не могу понять. Вот это груша. Вот та тоже груша. Ну, этот курятник, что мы с той стороны выходили. И давайте сейчас вам покажу этот сам участок. Так, сейчас попробую вам. Так, так, так. Сейчас, ребятки. Извините. Вот он участок. Ну, здесь огорода, если брать, взять. Ну, смотрите, не до конца. Ну, я не знаю, вот как-то вот видно, вот спахано. Ну, вот отсюда вот где-то метров где-то, ну, 30 и все, уже граница. Ну, у них, вот у соседей, что с этой стороны нету забора, что с той стороны нет забора. Так, куры, что-то вот наглые какие-то. А ну, тихо, ребята, а ну, тихо. Смотрите, сколько курей. Сейчас я пока калитку закрою. Посмотрите на курей. Вот. Так, все посмотрели, пойдемте дальше. Ну, давайте вот с этой стороны посмотрим. Выглядит, ну, сарай как сарай. Ну, сарай капитальный. Что я еще тут вам не показал. Да, в принципе, все показал, рассказал. Ну, виноградник, я думаю, вам тут тоже показал. А, подождите. По поводу септика, извините. Септик, вот этот, что вот я тут показал, у нас идет от кухни. Вот, просто. А уже от дома, это на улице. Вот, это уже мне замечание. Чуть-чуть я вел заблуждение у вас. Ну, в принципе, здесь все. Давайте сейчас зайдем именно в дом и внутри все это посмотрим. Ну, ворота, калитка, это понятно, что есть. Кстати, здесь, давайте, вот здесь я не был, давай попробуем. Ну, тут у нас вот такое дерево. Это под телефон вход, которым, в принципе, люди уже не пользуются. И, типа, зона палисадника. Давайте сейчас так встану вам, чтобы камеру развернуть вот на сам дом. В принципе, ну, так я смотрю. Нет, трещины, вот именно вот. Нету, вот единственное, вот эти пристройки, которые арки, типа, и все. Ну, здесь отмозка есть, отмозка есть. Водосливная система полностью есть. Газ, это все есть. Ну, и забор, как вот с этой стороны. Вроде бы ничего не забыл. Касается прихожей, ну, вот этой пристройки. Ну, что здесь? Здесь у нас, в принципе, раз, два, три, четыре ступеньки. Электрический счетчик. Как я сказал, что люди этим входом не пользуются. Пользуются тем. Ну, а по поводу окон, вот, я вот так покажу вам. Выглядит снаружи они вот так. По поводу вот этой трещины. Ну, попытаюсь вам показать. Ну, я не говорю, что критично. Ну, и вот она вот там. Ну, отсюда вы не увидите ее. Вот, и вот, получается, входная деревянная дверь и окна. Ну, давайте вот зайдем, посмотрим, что внутри там. И вот у нас прихожая. Прихожая, в принципе, по размеру нормальная. Получается, вход на первый этаж. Ну, и с этой стороны вход на второй этаж. Второй этаж не жилой. Сейчас все покажу, расскажу. Но самое главное, коммуникация, это все есть. Давайте начнем именно с первого этажа. Так, что у нас здесь на полу мы видим? Здесь мы видим уже паркет. Здесь понятно, что, как говорится, ремонт, я как его называю, 90-х годов. Ну, по-другому я никак не скажу. Вот так это выглядит. Ну, высота потолков, конечно, тут 2,90. Межэтажное перекрытие, плиты перекрытия. Дальше. Здесь уже вот такой, я не знаю, как холл, как его там можно назвать. Но здесь получается гостиная, спальня, столовая. И там еще другая спальня. Ну, холл тоже такой нормальный. Сразу говорю, уважаемые подписчики, что обои здесь по-любому менять надо будет везде. Предупреждаю. По поводу окон и дверей, уже, конечно, вы, когда приедете, будете принимать решение. Двери, в принципе, нормальные, но это не так современные, как сейчас производители делают. На полу паркет. В принципе, паркет можно оставить здесь. Такой, как есть, в принципе, ну, хороший. Также вот мы переходим в гостиную. Гостиная тоже такая по размеру хорошая. Он попугай даже поет. Ну, гостиная, уважаемые подписчики, тут как минимум 40 квадратных метров. Высота потолков тоже хорошая. Как я говорил, межэтажное перекрытие здесь, плиты перекрытия. Вот так это выглядит. Здесь у нас, получается, деревянные окна. Вот давайте я сейчас заострю внимание по деревянным окнам, чтобы потом ко мне претензий не было. Вот так это выглядит. Ну, здесь вот сейчас, вот я смотрю, так состояние нормально. И чугунные радиаторы под каждым окном. И смотрите, у нас, учитывая, что плиты перекрытия, ну, вот видите, да, как раньше, вот, ну, как бы, шпаклевка отошла. Я почему и говорю, либо натяжной поток, либо перешпаклевать. Также мы видим с вами здесь кондиционер. Давайте вот здесь покажу вам. Ага, так, ну, ок, давайте сейчас так отодвину. Сейчас, ребята, попытаюсь вот так. Ну, в принципе, не, здесь в гостиной окна нормальные. Ну, давайте вот это тоже покажу. Тоже так покажу. А вот касается второго этажа, там есть какие-то моменты, ну, которые я тоже вам покажу. Ну, я имею в виду касается окон. Ну, обои здесь, в принципе, вот если брать так, нормально пойдет, не отваливаться, все замечательно. Почти, почти замечательно. Ну, в общем, надо поменять обои. Дальше, первая спальня, первого этажа. Ну, мы ее назовем, знаете, как, она хоть спальня, но лично мое мнение, кабинет. Кабинет, где у нас окна выходят на соседа. Вот так это выглядит. Почему я и говорю, что надо будет по-любому, ну, здесь это кабинет. Ну, в принципе, высота потолков здесь уже вот тоже у нас, смотрите. Я думал, вам это все видно. Обои, межкомнатная дверь. Все, мы зафиксировали, что это кабинет. А вот касается спальни на первом этаже. Вот она у нас будет с вами. Ого, а что такое? А, все, открыл. Вот она спальня первого этажа. Ну, спальня уже тут прилично. Видно, что и двуспальную кровать можно разместить. Шкаф там и тому подобное. На полу мы видим с вами паркет. Также вот окна давайте зафиксируем, как это все выглядит тут. Вот. Ну, здесь окна тоже вот отсюда более-менее нормально. Также вот видим чугунный радиатор. Ну, обои, я же почему говорю, вот поменять надо, поменять надо. Двери есть. Теперь дальше. Вот она у нас кухня-столовая. Здесь уже вот видно доска. Ну, состояние идеальное. Ну, прям ровненько там лаком вскрыто и так далее. Здесь что мы видим? Это кухня-столовая. Видно зона у нас под, чтобы кушать. Зона у нас, где будет висеть ваш будущий кухонный гарнитур. Фартук, в принципе, он вот полностью здесь. С этой стороны. И даже бонусом с этой стороны. Ну, окна тоже сама в таком же состоянии, которое я предыдущий показывал. Дальше. Мы сейчас открываем с вами дверь. Потом открываем вот эту дверь. И вот это выход второй, который я вам говорил. С той стороны. Здесь у нас две или там три ступеньки. Давайте посчитаем, что три. Это уже вход с второй. Вот он. Зафиксировали. И вот мы, получается, если вы с огорода, летняя кухня, открыли вот эту дверь, большая прихожая. Здесь уже, допустим, там двойные окна. А здесь ординарное окно. Вот сейчас покажу вам, что вы это верили мне. И здесь также чугунные радиаторы. Ну, в принципе, здесь можно разместить такой большой шкаф-купе. Ну, здесь, конечно, пространства для фантазии очень много. Тоже двери вот такие везде. Туалет, ванная комната, газовая колонка. Стиральная машинка здесь располагается. Ну, лично мое мнение, ее туда перенести. Если вы зайти и полностью ремонт делать, то надо ее в ванну переносить. Это туалет. Понятно, что плитка у нас, будем говорить, в стиле 90-х. Это вот лестница, имейте в виду. Это вот лестница. Почему потолок, ну, не сильно такой высокий. Но биться вы точно там не будете. Стиральная машинка, которую я сказал, что можно перенести туда. Ну, а на первое время, конечно, пойдет. Опять же, уважаемые подписчики, это лично мое мнение. Здесь газовая колонка. В принципе, включили воду. Горячая вода есть. И давайте сейчас перейдем сюда. Это уже ванная комната. Ну, здесь ванная комната. Понятно, что старенькая ванна, раковина, плитка и так далее. Здесь деревянные окна. Ну, в принципе, окна так здесь тоже в хорошем состоянии. Я не говорю, что твердая пятерка, но четверку здесь точно могу поставить твердую. Чугунный радиатор. Ну, так это все выглядит. Теплых полов тут нет. Сразу предупреждаю. Идем дальше. Ну, надо же на второй этаж сейчас с вами перейти, это все посмотреть. Идем, идем с вами. И поднимаемся на второй этаж. Ну, по крайней мере, в принципе, здесь в этом доме можно две семьи жить по-любому. Ну, я имею в виду на первом этаже. Допустим, мама, папа у вас живет, кабинет. И у вас наверху там пространство. Вот, теперь смотрите. Здесь лестница. Она, в принципе, удобная, нормальная, не крутая. Пусть она не такая современная. Здесь, к сожалению, вот в этом месте лампочки нету. Я бы вам вот специально дверь открыл, чтобы кое-как. Давайте, знаете, вот попытаюсь, конечно, посветить. Сейчас, секундочку, ребята. Вот, я думаю, вам видно. Ну, вот видно, вот обои поменять их надо. Я думаю, вам вот так попробую. Вот так это выглядит. Обои тут надо будет по-любому поменять везде. Ну, и давайте вот сейчас вот так свечу, чтобы вам подняться на второй этаж. Поднялись на второй этаж. У нас межедажное перекрытие, плиты перекрытия, опять же, напоминаю. И сверху деревянная доска. Ну, полы, пусть они так, может быть, не так, опять же, говорю, не современно, как ламинат, паркет, но ровненько, аккуратненько. Вот смотрите, и вот здесь у нас на втором этаже первая спальня, вторая спальня, третья спальня. И огромный коридор, который, мое личное мнение, ну, я лично, ну, как бы, конечно, ну, смотрите, вот здесь перегородку поставить и поставить, ну, как сделать, о, язык заплетается, гардеробную. Да, на втором этаже нету санузла, отрицать я не буду. Как бы некоторые сейчас мои подписчики скажут, Николай, вот здесь бы санузел, я согласен. Ну, видите, здесь стояк у нас, получается, первого этажа, он, как бы, туалет в ванной находится на той стороне. Ну, как бы через весь дом это все проводить, конечно, не то. Теперь смотрите, второй этаж, о, вернее, потолок вот второго этажа здесь уже деревянный, имейте в виду. Это не плиты перекрытия, плиты перекрытия у нас только между первым и вторым этажем, ну, чтобы вы это все знали. Здесь просто побелено, вот, я думаю, вам это видно, не зашпаклевано. Здесь, если обои надо будет вам клеить, ну, по-любому, это все надо будет перешпаклевать. Двери, в принципе, тоже, опять же, я говорю, что они такие современные, но в хорошем состоянии. И теперь давайте сейчас мы с вами посмотрим вот эти три комнаты. Первая комната, вот она, тоже, в принципе, нормальная, где надо будет и переклеить обои, и, ну, потолок, ну, или, ну, скорее всего, лучше натяжной потолок сделать, это лично мое мнение. Полы тоже вот нормальные, деревянные, также у нас здесь деревянные окна. Давайте вот сейчас покажу вам, как это все выглядит. Ну, окна, вот я же говорю, здесь вот окна, в общем, деревянные, неплохие, неплохие. Ну, здесь вот видите, вот так это выглядит. Люди вот просто видно, что поклеили, ой, сейчас что-то заблудился. Люди вот видно клеили на известку, как я его называю, видите, вот она, ну, она по-любому будет отходить обоина. А так, в принципе, тоже, ну, комната по площади нормальная. Теперь смотрите, вторая спальня. Открываем. Вот вторая спальня. Они, в принципе, одинаковые, что, ну, как бы зеркальная. То же самое мы видим с вами, деревянное, такое же деревянное окно. Давайте покажу, если уже начал все окна показывать, уже покажу. Вот так, чтобы вы это видели. Чугунный радиатор, все побелено просто. Так, ну что, вот единственное, вот, я не знаю, вот тут как будто вот что-то разлили, а вот это вот по-любому надо будет, что я говорил, что деревянные потолоки, вот это, знаете, как мазанка или как мы называем, дранкой. Ну, некоторые подписчики знают, о чем я говорю. Естественно, вот эта штукатурка, она потихоньку, как бы, отслаивается. Моя задача это все вам показать, ребята. И вот она, самая большая комната, именно здесь, на втором этаже. Она мне чем понравилась, это из-за того, что там есть балкон. Балкон. И здесь вот такие ниши. Вот смотрите, комната такая нормальная, к сожалению, чуть-чуть будет темновато, ребята. Ну, лампочки нету. Смотрите, вот ниша у нас есть, в которой, допустим, окно туда. Чугунный радиатор, полы тут есть. Стенка, как я сказал, известка, но я имею в виду просто побелена. И потолок точно такой же. Потолок ровненько, нормально, но не так, допустим, как хотелось, допустим. И смотрите, здесь деревянные окна. Здесь ординарные. Почему? Потому что с той стороны, я так понимаю, что из-за лоджии. И также вот в этой части мы видим с вами вот эту нишу. Кстати, лаз, вот я вижу на чердак. Кстати, можно кровью так оценить. Именно вот так это выглядит, вот эта комната. И давайте вот сейчас покажу вам вот этот балкон. Вот же. Так, ну, в принципе, арка. Вид давайте вот так зафиксируем. И вот по поводу окна, вот именно вот это мне окно очень не нравится. Вот видно, да, вам, которое надо будет, ну, в будущем, ближайшее поменять. Вот это уже намного поинтереснее. Ну, а вот здесь вот потолок, вот видно, что как сделаны. Стены здесь, кирпич. Вот так это выглядит. Мои хорошие, посмотрели мы с вами очередной обзор недвижимости. Напоминаю, что дом находится Краснодарский край, Гулькевичский район, Хутор, Тельман. Переулок, осенний номер дома 11. Конечно, ниже в описании обязательно будет указан номер телефона собственника, где вы можете позвонить и задать вопросы, которые будут вас интересовать. Сам дом общей площадью плюс-минус 175 квадратных метров. Он двухэтажный. Площадь земли составляет 14 соток. В принципе, мы увидели и гараж, летнюю кухню, хоз постройки. Также мы убедились, что, в принципе, широкий фасад, есть сад. Понятно, что надо влаживать деньги. Тут я отрицать не буду. Моя задача показать, а ваша задача уже принимать решение. Обязательно напишите ваше мнение под этим роликом в комментарии. Для меня это очень важно. Также поставим лайк и обязательно подпишемся на мой канал. Не забываем, что мы занимаемся также поиском объекта недвижимости для вас, уважаемые подписчики. Те ролики, которые я выкладываю, если вы планируете самостоятельно приобретать недвижимость, искать, вы можете позвонить напрямую собственнику и купить уже без нас, без риелторских услуг. Нам, собственники, оплачивают нам риелторские услуги. Ну, а, конечно, если вы планируете, чтобы мы вас встретили, разместили, показали очень много объектов недвижимости, поверьте мне, у нас очень интересная обширная база недвижимости. Я на сегодняшний день, к сожалению, физически нереально выложить все ролики, но имейте в виду, что у нас также есть сайт, который тоже будет ниже в описании указан, где вы можете перейти по этой ссылке и посмотреть объекты недвижимости, которые наша компания предоставляет вашему вниманию. И, кстати, уважаемые подписчики, не забываем, что у нас есть закрытая группа в Телеграм, где вы можете мне написать в личку тоже, ниже в описании будет номер телефона, где, если вы планируете поиск объекта недвижимости в будущем, либо сейчас в Краснодарском крае, у нас уже там есть очень много участников, где мы подсказываем, помогаем по поводу переезда, оформления и тому подобное. Можете оставить заявку, напишите, Николай, меня зовут так-то, так-то, мы планируем в ближайшее время приобрести недвижимость в Краснодарском крае. Я скину вам эту ссылку, вы можете по этой ссылке переходить, ну и, конечно, знакомиться с участниками данной группы. И также, уважаемые подписчики, не забываем, что у нас есть наша страничка в Инстаграм, где где-то два раза в неделю я выхожу в прямой эфир, как я смотрю объекты недвижимости именно с продавцами. Обязательно тоже переходите по ссылке, подписывайтесь, и периодически вы будете видеть вот эти мини-обзоры, ну прямые эфиры, как я их называю. Конечно, могу много бесконечно говорить. Ждем с вами очередной обзор недвижимости. С вами был Николай Сомсиков. Всем пока-пока.